Несколько десятилетий ее терзают воспоминания детства и преследуют один и тот же сон. 43-й год, родная деревня, падающий самолет, гибель летчиков. Все это Валентина Лежипекова видела своими глазами. Две недели назад, когда в Рассыльное на открытие дороги приехал губернатор, старушка не стерпела. Пусть власть поможет восстановить справедливость, захоронить останки летчиков, не вернувшихся из воздушного боя. Я ей говорю, он мне ручьем слезы текут, а он мне гладит по плечу. Говорит, вы не плачьте, не плачьте. Я говорю, что он мне дал этот самолет? У нас здесь в 43-м году, в июнь месяце, был сбит самолет. Ну, хорошо, не волнуйтесь, будет сделано, будет раскопано. Через пару дней жители указали специалистам место будущих раскопок. Если бы не губернатор, я не знаю, оно бы дальше так было. Вот уже почти две недели рассыльновцы приходят на место былых боев, чтобы узнать новости от поисковиков и поделиться предположениями. Наверное, он был убитый уже. Почему? Потому что он летел посередке, а два по бокам. Один немецкий самолет и другой. А против немецких самолетов наш воробейчик. Люди до сих пор не верят, что работы снова начались. Снова, потому что первые попытки поднять самолет на поверхность сами жители предпринимали более полувека назад. Тогда были найдены и захоронены останки командира экипажа Малыгина. Именно остальных летчиков тоже известны благодаря архивным материалам. Их полк базировался на аэродроме Ржаво Курской области. Штурман экипажа младший лейтенант Иванеев Александр Леонтьевич и стрелок радист старший сержант Башмаков Григорий Иванович, 19-го года рождения, из этого экипажа самый старший. Раскопки дали первые результаты. Под шестью метрами грунта нашли двигатели самолета. Ну, вчера вот докопали, пушку подняли, до фюзеляжа докопались, начали поднимать останки двух человек. Уже по костным останкам можно судить, что два человека. У одного в кармане было яблочко. Маленькое сохранилось яблочко. То есть июль месяц, оно еще зелепушка даже не созрело, и он ее не успел съесть. Это остатки от часов. Спичечная коробка не разложившаяся. Плохо только, что учебный процесс у детей идет. А так бы вот не на памятник привезти, а вот сюда. Чтобы детишки посмотрели своими глазами. И на работы, как профессионалы трудятся. И на то, что это вообще такое поисковое движение. Работать приходится в невероятно сложных условиях, говорят поисковики. Выкопали, а здесь торф. То есть технику потом загоняем на это место, а там же рыхлое все, все это топнет. Вчера вот экскаватор еле вылез. Вообще караул был, тут надо было видеть. Это просто виртуоз был за рычагами, а так я не знаю, что делать. Поисковики планируют свернуть свою работу через неделю. Однако в окрестностях села Растыльно им снова предстоит вернуться. Здесь, в паре километрах от этого места, захоронен еще один самолет Пе-2. Он выполнял аналогичное задание. Продолжение следует...